Губернаторская елка прошла в филармонии имени Шнитки. На встречу с Дедом Морозом приехали 400 детей из разных районов области. Как прошел новогодний утренник, расскажет Анастасия Куклева. В холле филармонии не протолкнуться. Воспитатели, родители, конечно, главные герои праздника – маленькие дети. Все эти семьи находятся в тяжелой жизненной ситуации. Именно для них и организована губернаторская елка. Маленький Виталий приехал из Балакова. На главном новогоднем празднике он хочет встретить любимых сказочных персонажей. Дед Мороз, Снегурочка. Мне нравится, потому что они добрые, красивые и теплые. Открыл торжественное мероприятие губернатор Валерий Радаев. Юных жителей области он поздравил с успехами, которых они добились в уходящем году. Год культуры, который в Саратовской области был отмечен ярко, красочно, с размахом, выявил среди вас столько таланта, что Саратов по праву может считаться территорией восходящих звезд. И этот небосвод над рекой Волгой уверен, когда-нибудь станет эмблемой фестиваля, с которым мы будем греметь на весь мир. Не остались без внимания губернатора и многодетные семьи. Валерий Радаев привел их в пример сплоченности, взаимовыручки и трудолюбия. Многодетным семьям губернатор вручил ценные подарки. 12 семей получили ключи от нового автомобиля «Газель». В их числе и семья протеерея Владимира Пархоменко. Они с женой воспитывают семерых детей. Радость, конечно, большая, благодарность тем, кто такую программу у нас реализовывает. Потому что для семьи это подспорье. Ну, стимул определенный. Придется, в принципе, наверное, логически. Многодетный папа к этому приходит, что придется категорию «Д» открывать. По родителям будем ездить. Потом есть мысли по святым местам у нас, например, съездят. После официальных мероприятий маленьких зрителей ждал еще один сюрприз. Специально для них показали спектакль «Заколдованный лес». Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.